Всем привет! Сегодня у нас третий урок, посвященный SDL, использованию библиотеки SDL. И что же в этом уроке? Ну, урок находится вот здесь, то есть ссылочка вот сразу же будет. Ну, в описании к видео все эти ссылки будут. Дальше, дальше, что в этом уроке? Вот. Ивенты. Ивенты. И вот это событие. То есть здесь мы обработаем какое-то событие по закрытию нашего окна. По закрытию нашего окна. И здесь уже не будет ожидания в 2 секунды, пока окно закроется. Здесь окно будет открыто до тех пор, пока мы его не закроем. Вот. Давайте посмотрим наш код. То есть здесь, в принципе, все то же самое осталось. Инициализация. Точно такая же, как в предыдущих уроках. Загрузка картинки. Точно такая же, просто картинка другая. Закрытие нашего окна, ну, нашей всей системы, точно все точно так же. Единственное, у нас немного изменилась функция main. Ну, сейчас мы к ней подойдем. То есть, смотрите, вот наша функция. Инициализируем, загружаем картинку. И дальше мы объявляем какую-то переменную, булевскую, которая изначально равна фолкс. И дальше, и дальше, тогда, когда она станет true, а здесь все-таки queued, типа, ну, должна быть правда. Если правда, значит, выходим. А так, то неправда. Так вот, у нас крутится цикл. И мы видим что-то новое. SDL events. SDL events это, это у нас, давайте поищем. Вот он. SDL event. Что такое SDL event? Это у нас, ну, давайте перейдем по F2 к описанию. И что мы здесь видим? Это объединение. То есть, это может быть event одним из возможных. А какие event? Event это события. SDL позволяет получать события, такие как, ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Нажатие клавиш, какие-то события окна, какое-то редактирование чего-то, события мышки, то есть клики, движение мышки, в хилл. Это события колесика мышки, события джойстиков, то есть вы можете подключить джойстик и с ним работать. Какие-то контроллеры игровые, потом какие-то устройства, доступные с SDL.204. События по выходу, вот какие-то запросы выхода. Какие-то собственные события, то есть мы можем создавать собственные события и с помощью этих событий работать. Драг-энд-дроп события тоже очень неплохо. Драг-энд-дроп это когда мы захватываем что-то, к примеру, мышкой там нажали левую кнопку и перетягиваем что-то. Вот эти вот события. Короче, событий здесь много. Соответственно, мы можем их обрабатывать. Но для этого нам надо, как минимум, объявить переменную этого типа. Дальше, что у нас здесь? У нас есть какой-то некий цикл. И он бесконечен до тех пор, пока вот эта переменная не станет, этот флажок не возведется в true, в правду. Так вот, у нас есть какой-то цикл. Дальше, смотрите, здесь мы захватываем, обрабатываем эти события. И у нас какая-то новая функция. SDL-Pol-Events. Ну, давайте посмотрим, что это такое. То есть, всегда пользуйтесь справкой. Держите под рукой такую справку, открывайте и читайте. Итак, используйте эту функцию для того, чтобы получить текущие события, которые ожидаются. То есть, фишка в том, что у SDL все основано, ну, не все, а вот эта система работает следующим образом. То есть, если происходят какие-то события, то они складываются в очередь и они ожидают. С помощью этой функции мы вытягиваем события. События. Вот, смотрите, функция PolPolEvents возвращает 1, если есть одно ожидающее событие. Или 0, если событий нет. Соответственно, если события приходят, с помощью этой функции мы можем вытянуть это событие. То есть, все события становятся в очередь. Вот такая система. Поэтому, если вы не будете вытягивать эти сообщения, я так понимаю, ну, я не знаю, но я так понимаю, они все будут стоять в очереди и чего-то там ждать. Ну, здесь, как вы понимаете, будут разные события. И, соответственно, события мышки, клики, там, какие-то оконные события, все не будут игнорироваться. То есть, здесь цикл будет их все выгребать из очереди сообщений до тех пор, пока все не выгребит. И проверять каждое сообщение, тип каждого события, а не сообщение, извините, тип каждого события. Если это событие SDL Quit, ну, типа выхода, да, User Requested Quit, то есть это пользователь инициализировал запрос по выходу. А обычно это происходит, когда мы нажимаем на крестик. Ну, или Alt F4 нажимаем комбинацию, соответственно, у нас окошко закрывается. Вот. Так вот, так вот. Когда это происходит, мы взводим этот флажок, последний раз отрисовываем нашу картинку и цикл завершается. Ну, давайте запустим. Запустим. И что мы здесь видим? Мы видим, здесь рисуется картиночка. Да, картиночка, которая, в принципе, показывает, ну, это того сайта, откуда урок делал. Ой-ой-ой, где тут третий урок? Ты что? Я не показал. Не понял. А, вот, 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 вот эта картинка. Короче, вот она картинка, она как бы показывает, что, блин, где-то, что есть разные события. Вот, SDMouse, Motion, Event, Joy Button, Event, Keyboard, Event. Короче, вот мы кликаем, все тут, ничего не происходит до тех пор, пока мы не нажмем на крестик. Нажали на крестик, наше окошко успешно закрылось. Вот. Ну, думаю, на сегодня все. Сегодня вы узнали о ивентах, что есть события и как эти события выгребать из очереди. Вот. Ну, а теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. И еще, конечно же, подписываемся. Ну, не подписываемся, а нажимаем на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе, когда выходят новые видео. Ну, а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok